У нас сегодня короткая программа, продолжаем готовиться к подниманию. Но сначала раскатка, чтобы мышцы разогреть и подготовить к нагрузкам. И только потом отработка элементов и прокат программ. На льду учебно-тренировочная группа. Фигуристки юные, но уже опытные. Каждая со взрослым спортивным разрядом. Спорт помолодел очень сильно, поэтому дети в этом возрасте уже и в 10 лет выполняют, и тройные прыжки. То есть это уже достаточно неплохой уровень. Один работает над техникой, другая занимается хореографией. Все под контролем старшего тренера. Сразу три наставника работают с одинцовскими фигуристками. Александра Богомолова и Дмитрий Танков тоже воспитанники Андрея Кислухина. Когда я пришел, мне их отдали. Было им по 8-9 лет. Но оказалось, время прошло очень быстро. Они выросли, закончили институты. Но так получилось, что пригласили их сюда. Достаточно хорошо работают. Дупель или двойной аксель. Прыжок в два с половиной обороту. Мария Мякишевой любимый. Это заметили и судьи на областных соревнованиях. Там воспитанница спортшколы Одинцова завоевала бронзу. На льду распустился нежный цветок. Начался дождь. Но он выстоял. Программу надо прожить. Подача не менее важна, чем чисто выполненные элементы. Мария признается, во время проката концентрация максимальная. Хореография должна быть наработана. Прыжки. Например, ты прыгнул прыжок, и сразу тебе надо переключиться на следующий прыжок. Если вращение, то переключиться на вращение. В короткой программе семь обязательных элементов. Показать свое мастерство нужно за две с половиной минуты. Мелочей нет. Судьи оценивают и технику, и артистизм, и скольжение. Как мы говорим обычно, спортсмен не имеет права допустить ошибку. Потому что каждая ошибка, даже мелкая шероховатость на шагах, на вращениях, в дорожке, она сравнима с какой-то серьезной ошибкой на прыжке в той же произвольной. Немного приподнимать, но не удерживать. Многооборотные прыжки фигуристы разучивают с помощью удочки. Иногда поддержка чисто психологическая. Спортсмен знает, он буквально в надежных руках тренера. Поэтому без страха делает элемент, который раньше не получался. Чтобы создавать правильный наклон, докручивать, давать время в воздухе спортсменам, чтобы они чувствовали приземление. В основном вот эти задачи выполняет данный инструмент, так называемая удочка. Лед два раза в день, с одним выходным в субботу. Общая физическая подготовка, хореография, джаз-класс. И это далеко не все, чем занимаются фигуристки. Только на вид они хрупкие девочки. У каждой настоящий спортивный характер. Ведь только такие поднимаются на пьедестал для награждения. Евгения Августина, Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.